Любимые, дорогие, всем бонжур! Как-то думала я, что издам книгу и буду посвободнее, буду почаще делать расклады. Каждый день, да? Хотела же каждый день делать. Ага, сейчас, сейчас буду я посвободнее. Не получается посвободнее. Ещё круче всё завернула. Домой прибегаю буквально раз в четыре дня. И то на ночь, и то в лучшем случае. Вечером прибегаю, утром убегаю. Сижу без интернета, так что у меня нет возможности делать расклады, выкладывать это всё. Ну вот сегодня я дома эту ночь, утром опять ухожу. Поэтому эту ночь, видимо, я потрачу на вас, потрачу на гадания. Спать, видимо, не буду. Оцените моё подвижничество. Давайте сейчас делаем расклад на тему, будет ли близость у вас с загаданным вами человеком, с интересующим вас человеком. Род близости, форму близости. Можете сами выбрать, сами загадать. Я уж не буду вам ничего навязывать. Да, у нас свободная страна, как говорится. И тем не менее у нас свободная страна. Восемь вариантов ответа перед вами. Карта Ленорман. Соответственно, первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой варианты. Ну, я думаю, вы всё поняли. Карта Ленорман под розами. Загадывайте своего человека, загадывайте срок и выбирайте карту. Давайте посмотрим, будет ли у вас близость с этим человеком, загаданный срок. Кстати, на дне колоды карта письмо. Кто-то явно получит, ну, или близость через переписку, да, эпистолярную близость, или, возможно, кто-то будет договариваться о близости. Сообщение касательно будущей близости, может быть, к кому-то явно прилетит в загаданный срок, да, ну, или как минимум на этой неделе. Итак, давайте приступим, наконец-то, к трактовкам. Для тех, кто выбрал первый вариант, первая карта будет ли близость с загаданным человеком в загаданный срок. Кто не загадал срок, сейчас можете быстренько какой-то срок для себя наметить. Я открываю карту. Это карта Леди, то бишь женщина. Ну, по карте Леди можно сказать, что да, близость будет. Близость, возможно, здесь будет инициирована именно женщиной. Вот так вот, да, и женщина будет, ну, скажем так, ждать этой близости. Женщина может, ну, даже не впрямую инициировать близость, а именно вот желание женщины – закон. Да, женщина хочет близости, значит, близость состоится. Вот такой здесь, скорее, вариант. Женщина долго ждет. Не надо женщину разочаровывать, расстраивать, обманывать. Не надо обманывать ожидания. Давайте докладу, что ли, какие-то допы. Карта ребенок. Достану допы, да, а то сейчас народ скажет, что за докладу. Ну, я так говорю, да. Прикалываюсь я, прикалываюсь. Карта ребенок выпадает. Это значит, что близость может быть либо первая, либо с этой близости у вас что-то начнется, какой-то новый этап в отношениях с этим человеком. То есть, ну, либо совсем первая близость, либо эта близость ознаменует начало более серьезных отношений с этим человеком. То есть, как бы выход, даже если она не первая, то все равно это выход на какой-то уровень новый. Либо эта близость такая очень легкая, свободная, когда мы ведем себя естественно, ведем себя вот буквально как дети, да. Может быть, будет это как-то все очень спонтанно. То есть, с одной стороны желанно, а с другой стороны очень спонтанно. Вот погнались за бабочкой, погнались за каким-то чувством, впорхнувшим в нашу жизнь, да. Вот поддались порыву, скажем так, да. Поддались порыву, и все случилось, и все замечательно, и все прекрасно. Давайте еще дотащу. Ага! Дополнительная карта – это карта плетка, да, карта хлыст, ага, БДСМные ролевые игры, может быть, вас ждут. Ну, скажем так, большая страсть, большая страсть у вас здесь по этой карте намечается. То есть, близость будет, потому что страсть-то куда-то девать надо, страсть-то уже нужно реализовывать, да. Вот, естественно, здесь женщина очень привлекает мужчину, может быть, привлекает своей такой двойственностью. То есть, с одной стороны, она непосредственно как ребенок, и где-то наивно может быть, да, или чиста как ребенок. А с другой стороны, да, 50 оттенков серого на 50 оттенков серии, да, вот, на 50 оттенков темнее. С другой стороны, здесь такая вот перчинка есть в даме. И эта перчинка, эта остринка, здесь тоже очень пикантность, да, пикантность. Эта пикантность может очень человека, ну, привлекать, скажем, крусиво и, да, эфемистично. Вот, вот так вот. Ну, все, наверное, близость будет, будет большая страсть. Возможно, кстати, такой вариант, что, ну, там перчинка, это не перчинка, возможно, такой вариант, что начнется как-то все действительно очень спонтанно, легко, без особых каких-то заморочек, а потом разожжется такая вот весьма даже, да, весьма даже нехилая такая вот страсть между вами, да, с какими-то такими даже пошлепываниями друг друга, да, вот, типа, когда, да, вот, когда лошадь понукают кнутом, да, вот в такие какие-то игры, может быть, с этим человеком тоже, ну, захочется играть в процессе, да, друг другу там пошлепать, как-то пришпорить, да, давай-давай, скорее-скорей, да, шнеллер-шнеллер, вот и далее. Вот, в общем, близость будет, я, конечно, шучу, близость будет и будет с, ну, тут, наверное, много оттенков этой близости и оттенок нежности, спонтанности, юности какой-то, новизны, да, новизны, новые отношения, новые ощущения, может быть, решите что-то попробовать новое с этим человеком, не исключено, да, что какие-то такие пикантные игры. Ну, и, собственно, сама пикантность, сама ситуация соблазна, да, очень большого соблазна, большой страсти здесь также есть, вот, обратите внимание, все три карты с женскими персонажами выпали, собственно, карта женщины, карта ребенок, там девочка, но это стандарт, и карта плетка, тут тоже такая сексуальная, да, сексаульная, сексаульная девушка изображена, вот, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, по всем трем картам, можно сказать, что да, близость будет, ну, различия только в тональности этих карт, но, в принципе, все три карты говорят да, поэтому я вам этого и желаю, этой загаданной близости с этим загаданным вашим человеком. Все, спасибо вам за просмотр, счастья, любви, гармонии, близости вам с ним, а я перехожу к следующей, ко второй карте. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, будет ли близость с загаданным человеком, загаданный срок карта, всадник, то бишь рыцарь, карта всадник, ну, всадник, всадник, да, мне хочется его все время рыцарем назвать, на белом коне, буквально, как мы здесь видим. Да, близость будет, причем здесь, возможно, кто-то кому-то поедет, да, ну, поскольку у нас здесь мужчина нарисован, давайте, а нет, хотела сказать, что скорее мужчина к вам поедет, но, увы, мужчина у нас на белом коне, но кто к кому поедет, выпадает карта женщина, кто поедет, собственно. В этой колоде две карты женщины, две карты мужчины, светлокожие, темнокожие женщины, я не стала доставать, да, я не стала брать такой-такой набор, я, да, и карты ребенок тоже две, то есть беленькая девочка и темненькая девочка, шоколадная девочка, я решила, пусть будет больше, больше народу, тем интереснее, да, чем больше народ, тем интереснее, поэтому сюда выпадает еще одна карта женщины в этой колоде, и, следовательно, она выпала на вопрос мой, кто к кому поедет, да, кто поедет, вернее, поедет здесь женщина ради близости с мужчиной, очень интересно, да, мужчина на коне, на белом, мужчина готов, мужчина собрался наконец-то, да, мужчина соберется, а поедет женщина, вот такая странная ситуация, ну что, что сказать, да, извините, извиняйте, да, как-то карты выпали, но в любом случае близость здесь будет по карте рыцарь, у меня какая-то карта вылетела, ага, тяжесть, тяжесть, у нас прям такая тяжесть, карта коса, да, по-моему, карта коса, она называется, могила, а, гроб, простите, какая коса, гроб, да, карта гроб выпадает, ага, о, еще одна карта, вам, наверное, отсвечивает, самая интересная карта, а цензура, цензура, да, бликует, цензура такая, карта плетка, да, плетка, хлыст, здесь выпадает, но близость будет, давайте не будем смотреть на эту карту гроб, да, все-таки инициатива будет от женщины, возможно, карта гроб говорит о том, что здесь что-то типа последней близости, то есть либо прощальная близость, либо близость, после которой женщина принимает сама какое-то решение, или после которой женщина выставляет мужчине ультиматум, то есть либо ты со мной, либо ты с ней, вот так вот, если любовный треугольник, либо, если ты со мной, либо, ну, да, или ты со мной, или ты идешь на все четыре стороны, да, вот, какая-то здесь такая, может быть, довольно жесткая позиция, ну, и мужчина, да, если он такой вот действительно, что он собирается-собирается, но не едет, да, как это, русский мужик долго запрягает, но быстро едет, а здесь человек может и долго запрягать, а потом все равно никуда не ехать, так вот, ну, может быть, женщине это все в конце концов надоест, и она поставит такое вот условие, да, ну, что ты собирался-собирался, и никуда не приехал в итоге, мне в очередной раз опять к тебе ехать, да, давай-ка тебе вот такое условие, да, то есть вот сейчас у нас близость будет, сейчас мы соединяемся, а потом давай принимать решение, е, либо, да, либо, либо пан или пропал, да, либо пан, либо пропал, либо ты со мной, либо идешь на все четыре стороны, вот, у меня, извините, такое, да, такое идет значение на этот вариант, вот, я тут, конечно, уже начинаю копать сами отношения, да, вопрос у нас ограничивается рамками, будет ли близость, но близость можно сказать, что будет, ну, вот карта собака, возможно, выбор, где оставить человека во френд-зоне, или действительно какие-то близкие отношения с ним налаживать, желтый цветок, что символично в зубах у этой собаки, желтый цвет, да, вообще желтые цветы, это цветы измены, да, поэтому старайтесь, мужчины, старайтесь желтые цветы женщинам не дарить, потому что, ну, потому что, ну, мне лично, поскольку я это знаю, мне лично, вот, не очень приятно, да, желтые цветы получать, хотя, в общем-то, веник и веник, да, веник он и в Африке, веник, да, вот, но тем не менее, вот, здесь, возможно, действительно была какая-то измена, или какой-то выбор, который воспринимается как измена, если у вас никакой измены нету, то и пропускайте это мимо ушей, это вас просто не касается тогда, да, но у кого-то может быть вот такая двоякая ситуация, двоякий выбор, и когда человек не делает каких-то шагов, вот это уже может, да, к вам навстречу, вот это уже может быть расценено как измена, ну, карта собака, человек все равно будет проситься, да, просить пощады, просить какой-то милости, повиниться перед вами, потому что собачка тут такая вот, извиняющаяся, да, с этой желтой розой в зубах, красота среди бегущих, вот, счастья вам, любви, гармонии, красоты настоящей, да, настоящей красоты среди бегущих, и не только, да, среди занимающихся близостью людей, вас с вашим партнером, но прежде всего, отвечая на вопрос, будет ли близость, да, близость будет, и будет даже какое-то, ну, довольно серьезное выяснение отношений, довольно серьезный разговор, ну, вот тут и девочка выпадает, возможно, у вас все заново начнется, как и в первом варианте, кстати, да, может, уже пора один вариант на всех делать, будет ли близость, у всех все будет, да, все, до свидания, две минуты гадания, у всех все будет, да, счастья вам, любви, гармонии, до свидания, вот, короче, карта, ребенок говорит о том, что у вас могут начаться отношения заново с этим человеком, может быть, вот такая встряска вашим отношениям просто необходима, то есть иногда человеку нужно напомнить о себе таким способом, да, поставив ему какой-то ультиматум, напомнив о себе, ну, как бы напомнив о своей значимости в его жизни, да, сказать, что типа, ну, ты как бы уже это, принимай решение или не принимай, да, будь или не будь, делай что-нибудь, вот, ну, на новое начало есть здесь шанс, и, возможно, это близость, это встреча, это поездка ваша к нему, это выяснение отношений с ним, да, это даже какой-то конфликт, возможно, временный разрыв и потом бурное воссоединение в близости, возможно, вот это все, да, такие вот бурные, мозговоносительные где-то отношения, они приведут, ну, к гармонизации отношений в итоге, к началу отношений, если у кого-то нормальных отношений еще и не началось-то по сути, да, то есть, ну, неплохо, все неплохо, все к лучшему, все идет именно вот к какой-то общей притирке между вами, да, может быть, отношения еще такие какие-то странненькие, нестабильненькие и вообще еще не знаешь, как эти отношения назвать сами по себе, да. Ну, ладно, все, я уже углубилась в отношения, ну, кому-то, может быть, это будет полезно, интересно и совпадет, понравится. Еще раз повторю, что по этой карте близость будет, будет поездка, движение, вообще какой-то прорыв, если человек сидел, молчал, то он внезапно очнется, внезапно выйдет на связь, но, скорее всего, только выйдет на связь, да, изъявит желание, изъявит, ну, ту мысль, что он вообще о вас вспомнил, но ехать, скорее всего, придется женщине к мужчине, да, и дальше уже разбираться и далее по тексту. Вот, счастья вам, любви и гармонии, карта кольцо на дне колоды вам в помощь, а я перехожу к следующей, к третьей позиции. Итак, для тех, кто выбрал третью карту, будет ли близость с загаданным человеком в загаданный срок. Карта сад, да, будет однозначно по карте сад, это такое приятное, красивое свидание, причем здесь идет акцент, сколько не на глубокие личностные отношения, когда мы там выносим друг другу мозг, да, выясняем отношения, да, ты меня любишь, ты меня не любишь, да, ты меня любишь, я тебя тоже нет, вот, ну, здесь акцент не на вот этом, да, а акцент именно на приятной стороне дела, именно на внешней стороне дела и на приятной стороне дела. То есть карта, может быть, не очень глубокая, карта скорее говорит о приятной встрече, о приятном свидании, о каких-то комплиментах, об улыбках, о даже каком-то светском свидании, то есть возможно сначала вы пойдете с этим человеком куда-то вместе, где уже есть какие-то люди, то есть там кафешка, ресторан, кино, вино, домино, какой-то светский раут, светское мероприятие, концерт, все что угодно, все что относится, ну, вообще к понятию общества, светского общества, каких-то тусовок, где много народу, да, ну, вообще где вы не одни, то есть можно, можете начать с какого-то такого свидания, почему бы в ботанический сад там куда-нибудь не сходить, извините, да, вот, где буквально цветы будут вас окружать, или на показ мод куда-нибудь пойдете, где вас будут искусственные цветы окружать, холодные искусственные цветы, вот, то есть близость возможна, возможно начнется с такой вот поездки, скорее не поездки, а скорее похода, да, куда-то, культ похода, культ массового мероприятия, вот именно культ массовое, богемное мероприятие, что-то такое, приятное ухаживание, приятный флирт, да, с целованием ручек, вот, и еще с какими-то такими, да, интересными романтическими бонусами, да, на этом свидании, вот, но я бы не сказала, что здесь именно что-то глубокое, то есть здесь просто ради красивого времяпрепровождения, красивые встречи, красивые свидания, красивые слова, красивые улыбки, даже если вы никуда не пойдете, даже если вы будете сидеть дома, на кухне с этим человеком, прежде чем, да, собственно, близостью заняться, может быть, просто красиво посидите, может быть, человек придет к вам с букетом цветов, подарит цветы, вы поставите их в вазу и будете вот при свечах, да, допустим, и при цветах сидеть там на кухне, да, а потом будете близостью заниматься на этих же цветах, свечах и на этой же кухне, ну вот, смотрите, да, карта джентльмен, карта мужчины, я же говорю с цветком, да, с цветами, с цветком к вам человек придет, вот такой вот расфуфыренный, напомаженный к вам явится весь, да, с цветочком, как минимум, с садоним, ну или с букетом, пусть с букетом, пусть побольше цветочков, побольше, вот, так что, вот, можно здесь сказать, что инициатива, а, давайте, наверное, положу, там же бликует как-то, вот, специально, да, отзынуло верхний ряд и нижний ряд, чтобы не бликовало, с цветами человек к вам заявится и инициатива будет исходить здесь, скорее всего, от мужчины к этой близости, карта крест, неужели он решил закончить с вами отношения и поставить крест на этих отношениях и вот так вот легко, красиво, называется, пять лет мы вместе, да, пять лет встречаемся, пять лет скотина ни одного цветочка не подарил, а вот когда он решил закончить эти отношения, вот тогда зараза такая с букетиком приперся, вот, ну, смотрите-ка, ммм, ё-моё, да, мужчина, крест и женщина, давайте этот крест-то дополним, потому что этот крест может быть и как крест на отношениях, да, капец, завершение отношений, либо этот крест может говорить о некой прочной связи, да, интересно, что и мужчина, и женщина, не важно, какого они цвета, главное, что они смотрят здесь друг на друга, да, и каких размеров у меня тут изображены, давайте ещё гора, что-то нехорошо как-то, да, крест-гора, давайте ещё дополним именно вот этот ряд, что у нас идёт между мужчиной и женщиной солнца, ну, ничего, давайте на судьбе остановимся, какими бы лёгкими ваши отношения не казались, как бы с первого взгляда даже вам самим, даже этому вашему партнёру, между вами всё равно нечто судьбоносное, да, как вот браки заключаются на небесах, так и партнёров, да, даже если мы не собираемся с ними в брак вступать, мы всё равно встречаем тоже по воле небес, то есть все партнёры нам не зря, все партнёры для нас, ну, как-то значимые, да, какая-то вот такая галочка небольшая, да, что судьба нас сводит с этим человеком, значит, зачем-то сводит, вот я явно с этим человеком вас свела судьба, даже если вам с ним хорошо, легко, удобно, комфортно, и вы не задумываетесь о какой-то глубине отношений, может быть, всё равно эта глубина есть, как ни вертись, да, как ни крути. Между вами могут быть расстояния препятствия, может быть, расстояниями препятствия могут быть именно, сейчас скажу, точнее, какие-то расстояния, ну, вернее так, какие-то препятствия и расстояния, да, которые не позволяют нам, как бы, признать возможность серьёзных отношений, вот так вот, да, то есть человек говорит, что я тебе могу дать только лёгкие, приятные встречи и ничего большего. То есть говорить-то он так говорит, и он, может быть, искренне в это верит, но на самом деле здесь довольно глубокая связь между вами, да, и вот эти вот встречи, это явно не просто так, да, то есть и для вас, и для него это явно больше значит, чем этот человек даже, может быть, готов как-то признать, вот. И карта солнца говорит, что всё-таки, да, всё-таки между вами всё будет хорошо, во всяком случае, между вами будет счастье, да, будут гармоничные отношения, то есть препятствия по факту, да, препятствия на фактологическом уровне, но на уровне эмоций, на уровне вашего совместного сосуществования, на уровне вашего общения, да, на уровне вашей близости, извините, опять же. У вас здесь всё прекрасно, у вас здесь счастье, солнышко, да, покой, я бы сказала, с этим человеком, радость, покой, ну, в общем, все замечательные, все положительные эмоции, которые вы себе можете представить, вот, всё это сюда подходит, несмотря на никакие препятствия. То есть препятствия тут, это некий такой вот, было бы, да, было бы, не было бы счастья, вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эти вот препятствия между вами, это как раз вот, да, не было бы счастья, вот это как раз то несчастье, которое вам помогает быть вместе, которое вас сближает с этим человеком, то есть заранее вы уже шли на какие-то легкие, свободные, счастливые отношения, и вот эти счастливые отношения, это ваша судьба, это и есть вот та радость, которой не хватало вашей жизни, и по сути в этом есть какой-то более глубинный смысл для вас, да, карта Аист. Это говорит о преодолении препятствий скорее. Вот такой здесь очень интересный вариант, да, то есть преодоление препятствий, кто хочет ребёночка, можете даже ребёночка от этого человека завести, я думаю, он будет не против, да, если у кого-то стоит вопрос, уже ребёночка пора от какого-то мужчины, то есть можете выбрать этого мужчину, если вы хотите, да, солнце в принципе тоже говорит о том, что, ну, это будет счастье для вас прежде всего, да, для вас. Для женщины, которая смотрит этот расклад. Всё, я не буду дальше копать, я думаю, этот вариант, я думаю, что всё, что вы хотели, ну, боялись спросить, вы здесь услышали в этом варианте. То есть близость будет, близость будет радостная, приятная, и если вы думаете, что это какие-то слишком лёгкие, слишком поверхностные отношения, не думайте так, потому что это действительно судьбоносные для вас отношения, и в любом случае они вам дарят много счастья, много радости. Вот, всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, близости вам в загаданный срок с этим человеком, близость будет ещё раз, будет очень приятная, радостная для вас. И я перехожу к следующей, к четвёртой карте. Для тех, кто выбрал четвёртый вариант, и четвёртая карта, будет ли близость с загаданным человеком в загаданный срок. Кто не загадал срок, загадайте сейчас быстренько, а я открываю карту. Это карта-корабль. Ну, вы знаете, что я могу сказать, близость намечается, но мне почему-то кажется, что не в загаданный срок, а чуть попозже. То есть карта-корабль скорее говорит о, естественно, развитии, но о развитии не прямо сейчас, а немножко, да, то есть близость в пути, да, то есть осуществление вашего желания в пути. Немного нужно подождать, дождаться этого человека, и тогда близость будет. То есть давайте, давайте всё-таки, ну, дотянем, да, дотянем, наверное, карта ребёнок. Ну, рано или поздно близость будет, да, близость будет такая очень приятная, лёгкая, необременительная для вас, естественная. То есть само всё пойдёт, всё пойдёт естественно, хорошо, приятно, легко, да, вот, можно, когда можно быть с человеком самой собой, когда можно быть друг с другом, с партнёром самими собой, да, вместе. Вот, карта дома, ну что, мужа из командировки ждём, кто ждёт мужа из командировки, человек приедет, но немножко попозже. Наверное, всё-таки в загаданный срок не будет, но, ну, как бы не переживайте, особенно если вы какой-нибудь маленький срок загадали, да, сегодня, завтра, неделю. Может быть, в эту неделю то и не состоится, но вот всё к этому и идёт. То есть здесь есть обоюдное желание, здесь есть обоюдное движение, может быть, здесь в движении, то есть человек уже едет, уже в пути фактически, или в прямом смысле, или в переносном. Здесь могут быть, может быть, какие-то, да, могут быть, может быть, возможны какие-то препятствия в этом самом пути, да. Почему, почему я раскручиваю вариант, да, раскручиваю вариант, почему здесь не сразу близость, вот идёт мне, что не сразу, да, здесь могут быть какие-то либо препятствия, либо, ну, просто ещё не совсем зрелая ситуация. То есть чуть-чуть приехать надо дать время человеку, да, то есть банально успеть из Владивостока в Москву приехать, да, приплыть на корабле. Вот, поэтому чуть-чуть нужно будет подождать, когда человек успеет к вам собраться, доехать, да, и всё, так сказать, осуществить. Карта джентльмен, да, мужчина, то бишь, ну, мужчина готов. И карта мыши, крысы. Мышь, да, мыши. Вообще хорошая, конечно, карта, ну, да, в некотором смысле хорошая карта, потому что она говорит о общности вашей, вашей, пардон, с этим человеком, о вашем каком-то даже интуитивном понимании друг друга, о вашем интуитивном, как это, да, интуитивном выборе целей одних и тех же, о вашем интуитивном стремлении в одну сторону, к одним и тем же целям, к одним и тем же задачам. Причём вы, вот бывает люди стремятся к одним целям, но идут к этим целям разными путями. То есть банально они по-разному достигают этих путей, да, то есть, я не знаю, да, кто-то любит летать на самолёте, кто-то самолёт терпеть не может, да, у кого-то вестибулярный аппарат совсем плохой, он не может летать на самолётах, допустим. Кто-то летает очень легко, спокойно, но ненавидит поезда, а кому-то только в поезда самое оно, да, наши поезда, самые поездатые поезда. Вот кто-то на поездах, а кто-то на самолёте, условно говоря, идёт к этой цели. Вот, по скорости может быть, кстати говоря, одинаково, да, потому что в самолёте тоже можно с тремя пересадками лететь, вот, а поезд всё-таки по прямой идёт. Ну, короче говоря, здесь у вас не такая ситуация, опять же, от противного люблю объяснять. Здесь у вас не такая ситуация, здесь вы и думаете одинаково, и ходите одинаково к этим целям, к этим задачам вашим одинаковым, одинаковыми способами, да. То есть, если вы решите вдруг полететь на самолёте, да, полететь на поезде, на ковре самолёте, ну, короче, на чём бы вы не решили полететь, человек это ваше желание поддержит. Как бы вы не решили встретиться, как бы вы не решили встретиться, как бы вы не решили разрулить какую-то ситуацию, человек здесь вас всегда поддержит. То есть, человек вас понимает, он мыслит так же, он в такой же ситуации будет поступать, в общем-то, так же, не сговариваясь с вами. Вот это хорошо, это плюс. Но минус в том, что, ну, здесь, возможно, просто банальная нехватка финансов или времени, да, или времени для того, чтобы встретиться. То есть, немножко подождать. Но карта дерева говорит о том, что всё-таки близость у вас состоится. Давайте так, после загаданного срока, но состоится. Потому что, в общем-то, здесь такой спокойный вариант. Какая бы ситуация ни была, чей бы этот дом ни был, да, в данной ситуации, уехать человеку надо из дома ли, чтобы приехать к вам, либо наоборот, в ваш дом приехать. Это здесь, наверное, уже второстепенный момент. Самое главное, что человек к вам готов, человек стремится, человек хочет этой близости, человек уже движется в направлении этой близости. Но вам немножко больше придётся подождать, потому что, ну, либо денег не хватает, либо препятствия какие-то, ну, скорее препятствия именно денежные временные, вот такие вот, да, где-то что-то задержали кого-то, его задержали, там, поезд задержали, самолёт задержали и т.д. И т.п., да, коронавирус тут дурацкий всех задерживает. Вот такая вот интересная здесь позиция. Если человек пенсионного возраста, да, вот сейчас, сегодня узнала, что для пенсионеров отменили бесплатный проезд и для школьников, да, по социальным картам. Ну, вряд ли он школьник ваш этот загаданный товарищ, но если он вдруг пенсионер, может быть, вот, всё откладывается из-за того, что отменили проезд по социальным картам. Ну, извините, близости захочешь, заплатишь 40 рублей, у нас в Москве, да, например, заплатишь 40 рублей, поедешь к своей любимой, да, лишь бы только близость сохранилась, да, лишь бы только близость состоялась, пардон, и сохранилась, да, впредь. Уж была, не была, тратить, так тратить, да, 40 рублей, так 40 рублей, да, вот. Всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, я, конечно, шучу. Вот, пусть у вас всё будет хорошо, близость будет, но немножко попозже. Возможно, либо в самом конце загаданного срока, либо вот после загаданного срока. То есть, если 7 дней загадали, неделю, то, наверное, где-то день на 8, вот так вот он к вам доедет. Всё, спасибо вам, счастья вам, любви, гармонии, близости с этим загаданным человеком, я перехожу к следующей, к пятой карте. Итак, для тех, кто выбрал пятую карту, пятый вариант, будет ли близость с загаданным человеком, загаданный срок карта, змея. Смотрите, какая у нас красивая здесь гадалка, с красивыми бусами. Здесь прям большое-большое искушение, кто-то кому-то на ушко что-то нашёптывает. У меня такая ассоциация, что здесь у одного из партнёров, ну, вообще-то есть советники некие, да, то есть эти советники могут человека и ограничивать, и предупреждать, типа, не ходи на эту близость, не надо, не надо тебе туда. То есть такой человек, в принципе, может быть, да, у человека в жизни, у загаданного, змея какая-то, которая против вас интригует. С другой стороны, это вот это искушение, змея как символ искушения, это у человека может выглядеть как ангел на одном плече и бес на другом плече, да, когда бес ему нашёптывает, давай, 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 не теряй возможности, да, лови момент. Вот, а на другом плече сидит ангел и говорит, ну, давай, давай, правильно, правильно он тебе говорит. Вот, то есть, ну, какая-то такая ситуация, когда человек прислушивается, да, не знает, кому прислушаться, то к ангелу, то ли к ангелу прислушаться к своему, то ли вот к некому дьяволу, к некому искусителю, который у него, ну, у самого внутри головы, да, или на каком-то плече там сидит. На левом всё-таки, наверное, бес сидит, да, а ангел за правым плечом у нас, по идее, да, поэтому мы плюём там на левое плечо, вот. Ну, так-то считается. Кстати, кстати, тут змея у неё на правом плече, между прочим, да, а я же говорю, ангел тут говорит, давай, давай, не теряй возможности, лови момент, а то не будет такой возможности больше, да, такой встречи. Давайте посмотрим, будет ли, большое искушение, это мы поняли, будет ли. Развилка, вот, вот она развилка, да, вот, пожалуйста, две пути, да или нет, два пути, вернее, да или нет, быть или не быть, вот в чём вопрос, бедный Йорик, я знал его. Вот, и лампа не горит, и врут календари. Давайте дальше поехали. Карта леса. Ну, есть здесь какое-то третье лицо, да, либо ваш человек уж так демонизирует, демонизирует и такой искусительницей или искусителем воспринимает просто уж, ах, сам себе нафантазировал, сам себе напридумывал, да, искусителя, искусительницу. Либо здесь действительно, да, искусайте его, искусайте, когда встретитесь с ним. Чтобы он поверил, что вы, да, не такая уж искусительница, какой он там вас воображает себе. Вот, либо здесь у человека действительно есть какое-то лицо третье, которое против вас интригует, как я уже сказала, как было сказано. Ну, вот карта письмо, которое выпадало на дне колоды, вот оно сюда прилетело. Очень интересно, что вот эта вот взломанная печать на письме сургучная, сургуч вот этот, мне почему-то напоминает сердечко. То есть такое вот любовное письмо с таким сердечком. Может быть, действительно, вы получите здесь какое-то тайное любовное признание человека внезапно, да, которое он в ночи вот так вот напишет при свете свечи. В ночи при пламени свечи напишет вам письмо любовное этот мужик ваш загаданный, вот, ну, или баба, если бабу, соответственно, загадали. Вот, женщина, женщина, то есть какое-то тайное признание. Если вы написали такое тайное, немножко фривольное признание или предложение, приглашение человека куда-то, он будет думать на эту тему и тоже как-то тайно вам ответит. То есть у вас, возможно, тайная связь, тайная переписка. И вот это тоже момент тайны, это тоже момент какого-то искушения для этого загаданного товарища. Вот, карта Крест выпадает. Блин, такие классные, такие красивые карты. Мне даже эту карту Креста не хочется трактовать как-то негативно, да, совершенно замечательная колода. Я прям влюблена, я люблю такие немножко мультяшные колоды с одной стороны, вот, а с другой стороны, вполне себе серьезные и вполне классические Ленорман на самом-то деле. Да, то есть, ну, под розами это такое красивое название. На самом деле, ну, классический Ленорман. Вот, карта Крест, ну, да, судьба ваша такая, ребят, судьба такая. Карта Айс, нормально, ничего. Ничего, прорвемся, господа, да, прорвемся, все будет хорошо. Вот что, значит, давно, да, долго раскладов не делала, вот прет, да, прет на каждом варианте. Карта Сердца, да, Шерлокет, помните, да? Ну, что, будет у вас близость, вот, после вот этих всех перипетий, после какой-то тайной, да, после тайной переписки, после тайных каких-то даже намеков со стороны человека, после какого-то выбора между ангелом и демоном, да, между ангелом и бесом в его там душе, после слушаний каких-то третьих лиц, после выслушивания чего-то, чьего-то нашептывания, может быть, человеку кто-то будет нашептывать что-то, а он возьмет и поступит от противного, что называется. Вот, все-таки близость будет, все-таки здесь, ну, это действительно судьба, давайте так трактовать карту Крест, как судьба именно, как возможность, да, возможность близости, возможность вообще развития отношений более серьезное, потому что здесь выпадает карта Сердца. Первый раз вообще на пятом варианте, да, первый раз в предыдущих вариантах не выпадала карта Сердца, вообще никак, ни одним боком, да, даже вот так вот. Ну, вот давайте карты Сердца закончим, скажем, что здесь и близость будет, и любовь у вас будет с этим загаданным человеком. Я же говорю, прорветесь, и все будет хорошо у вас с ним, несмотря на все эти странные какие-то искушения, несмотря, может быть, на то, что человек вас воспринимает слишком такой вот, да, слишком сексапильный для него, слишком искусительной змейкой такой, да, пестрая лента такая вот. Действительно, пестрая лента, цыганка, да, это же все у нас тоже, кстати, к этому, к рассказу Конан Дойла отсылает немножко, да. Вот, может быть, что-то проиграется у вас из этого рассказа. Тьфу-тьфу, не дай бог, конечно, все-таки там трагедия, как обычно, да, как обычно в этих детективных рассказах. Но, тем не менее, какая-то такая история тоже может быть, почему-то у меня эта пестрая лента вспомнилась. Короче, неважно. Короче, человек все-таки послушает правильную сторону, послушает свое сердце, все-таки он поймет, разберется, да, где настоящий соблазн, где настоящее искушение, что для него правда, что для него хорошо, да, сделает правильный выбор, и близость будет рано или поздно. Ну, давайте, в загаданный срок будет близость, потому что у человека к вам большая привязанность и любовь. Если сейчас этой любви еще пока не видно, еще пока нет, у человека еще, может быть, сам не осознает до конца, рано или поздно он ее осознает, вы будете вместе, и будет у вас близость. Все, счастья вам, любви, гармонии, все у вас будет хорошо. Я уже это точно знаю теперь, после того, как сердце выпало в конце. Так что по змее близость будет, да, большое искушение, но близость будет, и человек поддастся этому искушению и поймет, что на самом деле для него, да, правильный выбор, да, что иногда бывает, что вот что-то кажется большим искушением, а когда ты это выберешь, ты понимаешь, что это нифига не было искушение, это просто вот твой путь, это твоя судьба, это твое, вот, это твое точка, это твое, да. То есть сначала что-то выглядит, как какое-то сумасшедшее искушение, да, и что-то странное и непонятное, а потом, когда ты это выбираешь, ты думаешь, блин, а какого фига я раньше вот это не выбрал-то. Вот такая же реакция может быть у него. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, близости, в загаданный срок с загаданным человеком, как нам показали эти карты. Я перехожу к следующей, к шестой карте. Итак, для тех, кто выбрал шестой вариант, шестую карту, кто не загадал срок, загадывайте сейчас быстренько, будет ли у вас близость с загаданным человеком в этот загаданный вами срок. Карта ключ, да, можно сказать, близость будет. Ключ от квартиры, где деньги лежат. Поедете, может быть, действительно на какую-то квартиру, может быть, это будет либо гостиница. Ну, короче говоря, вот я вижу, что это какая-то пустая комната или пустая квартира, которую либо вы открываете своим ключом и заходите туда вместе с вашим партнером, либо, ну, да, либо он открывает, соответственно. Короче, кто-то из вас открывает, или вы вместе открываете одним ключом, чтобы не подраться, кто откроет эту дверь, да, шучу. Открываете пустую какую-то квартиру, пустое помещение, номер в гостинице, как вариант, туда заходите, и вы понимаете, что вот это, это наше, да, вечер наш, ночь наша, там сутки наши, какое-то время наше. Это вот время, когда мы принадлежим только друг другу, и мы вместе, никто нас не дёргает, никто нас не трогает, и вот мы вместе здесь и сейчас, именно вот на этой территории, да, на этом пространстве, да, вот в это время карта Луна. Возможно, в ночи поедете, при полнолунии, да, сейчас полнолуние прошло, но неважно, да, не будем привязываться, если вы там недельку загадали, может быть, и в неделю вполне эта близость состоится. По карте Луна можно сказать, что состоится. В ночи, давайте вот так вот, в ночи, да, в сиянии светил, да, как там, у кого, у Пушкина или у Блока, не помню, не помню уже ничего. Так, Луна, собака. Может быть, кто-то здесь будет чувствовать свою вину, что раньше не предложил близости, что раньше не реализовал этой возможности. В общем, если у вас были какие-то препятствия, здесь эти препятствия к близости будут преодолены, и вы будете вместе, во всяком случае, вот в загаданный срок, во всяком случае, единоразово, да, вы сможете встретиться с человеком именно для близости, побыть наедине, именно вот зайти в какое-то помещение, где вы будете с ним одни. Может, вы ему свою комнату ключом откроете, а потом изнутри закроетесь, чтобы к вам никто не перся, да, чтобы к вам ваша безумная семейка или его безумная семейка не приперлась в самый интимный, да, самый горячий момент. Вот, да, карта гроб. Карта плетка. Выпадал. Ну, не буду я иронизировать по поводу там всякого БДСМа. Хватит уже иронизировала в предыдущих вариантах. Вот. Нет, будет у вас близость, будет все нормально, будет все так, как вы хотите, будет очень горячо, будет с такими вот, сейчас скажу, с таким вот раскрытием внутреннего потенциала, внутренних желаний своих, то есть раскроетесь, да, грубо говоря, раскроетесь в этой своей близости, может быть, даже где-то до какой-то беззащитности друг перед другом, но вполне нормально это все будет, да, вам будет хорошо, да, вот в такой вот некой беззащитности. Это значит доверие, да, это символ доверия друг перед другом. Карта букет, ну что, все хорошо, все красиво у вас будет, приятно будет, близость будет, да, может быть, человек вам действительно цветы подарит, целую охапку миллион алых роз, целую охапку роз получите от человека, ну или просто каких-то цветов. Господи, карта крест каждый раз выпадает в этом раскладе, как не это самое, как не тасуй колоду, все выпадает, карта ребенок уже выпадала. Вот, уже прям даже неинтересно, да, надо один, еще раз, надо один вариант на всех сделать, сказать, близость будет, и все, счастья, любви, гармонии, всем спасибо, всем счастливо, всем пока, да, у всех все будет. Вот, возможно, это близость, еще раз скажу, ладно, возможно, это человек вам по судьбе, возможно, он даже решит что-то закончить в своей жизни, чтобы начать отношения с вами, я не хочу и не могу, наверное, и не буду здесь говорить, что он закончит этой близостью ваши отношения, я думаю, что наоборот, здесь он закончит какие-то другие отношения и решит начать отношения с вами, ну, или хотя бы что-то закончит, что-то подвинет в своей жизни, чтобы впустить в эту жизнь вас, и чтобы с вами эти отношения дальше развивать, начинать, и чтобы сохранить вот эту непринужденность, искренность, искренность, пардон, которая есть между вами, дневник, дорогой дневник, потом будете еще в дневник записывать, да, на дайрях, например, или в ЖЖ будете все описывать, что вы там делали, вот, ну, вообще, это карта книга, да, здесь интересно, девушка в шляпе с розами пишет, дневник, да, дневник заполняет, вот, то есть, некие приятные воспоминания, с одной стороны, останутся, а с другой стороны, момент тайны, здесь явно будет, то есть, скорее всего, свидание будет тайным, ну, или, во всяком случае, вы просто закроетесь ото всех, запретесь, и никто не будет видеть, чем вы там занимаетесь, да, как вы там предаетесь, отдаетесь друг другу, с этим загаданным партнером, ну, вот, да, карта, журнал, карта джентльмен, мужчина, здесь выпадает, вот он, ваш джентльмен, якорь выпадает, ну, что я говорю, этот, это ваш мужчина по судьбе, как часто говорят, гадалки-торологи, поэтому тут даже не это, ну, и карта сердца, второй раз выпадает в этом раскладе, во втором варианте, выпадает карта сердца, ну, это любовь, ребята, это любовь, это возможность, кстати, мы начали с карты ключ, да, и вот тут вот буквально, вот этот медальон, который закрыт на замочек, вот, вы нашли ключ к его сердцу, как часто тоже говорят торологи, то есть буквально раскрытие сердца вас, друг другу, вас здесь ждет, все, пожалуй, близость будет, и очень даже счастливая, мне кажется, что этот вариант, несмотря там на всякие плетки, гроб этот, несмотря на вот это вот все, да, мне кажется, что это самый счастливый, самый такой радостный вариант, потому что в предыдущем раскладе тоже упадало сердце, но там как-то немножко все странненько было, а здесь не странненько, здесь очень даже человек к вам расположен, открыт, и хочет, и может, и наконец-то появится возможность, по карте ключ, да, наконец-то появится возможность близости, реализоваться друг с другом, именно в этом плане, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, близости, и любви последующей, да, не только сейчас, но и впереди на долгие-долгие-долгие года, вот, а я перехожу к следующей, к седьмой карте, итак, для тех, кто выбрал седьмую карту, будет ли близость загаданным человеком, загаданный срок, кто не загадал срок, быстренько можете сейчас загадать, а я смотрю, что это за карта, это карта рыбы, ну, карта рыбы говорит, что, в принципе, да, близость будет, но мне почему-то кажется, по этой карте, что здесь нет такой вот чудесной, как бы, романтики, да, ну или, ладно, давайте начнется с того, сейчас еще допы достанем, начнется с того, что у вас не будет, может быть, какой-то чудесной романтики, у вас будет все как-то спокойно, может быть, спонтанно будет, но спокойно, в духе того, что отношения у вас какие-то, ну не то, что коллеги, да, и не то, что, извините, брат с сестрой, но какие-то отношения очень такие вот, как бы равные, то есть вы действительно можете быть довольно близкими друзьями с этим человеком, помимо, да, помимо близости, помимо всякой романтики, да, помимо всяких желаний, вы можете быть близкими друзьями, в принципе, друзьями по жизни с этим человеком, и близость для вас, наверное, это не что-то такое вот сверхъестественное, да, Даже если это первая близость, она не воспринимается как что-то, ах, близость, когда же у нас она состоится, ах, первая близость. То есть не в таком ключе каком-то, а что-то спокойное, естественно. Но будет близость, будет близость, не будет близость, ну и ладно, нам и так хорошо. То есть какое-то здесь такое идёт отношение к этой близости. То есть скорее здесь друзья, коллеги, партнёры, товарищи во всех смыслах, в разных смыслах. То есть товарищ вы его, боевая подруга скорее. Кто-то, может быть, кстати, смотрит не на сексуальную близость, кто-то, может быть, смотрит на духовную близость, на близость в плане, в принципе, человеческого общения. Вот, возможно, это ваш вариант, так, как вариант, может быть, здесь вот так вот. Давайте посмотрим всё-таки для тех, кто, да, для тех, кто хочет именно секс, а давайте дополнение. Карта совы. Ути, пусики, смотрите, какие пусики, прям пусики-пусики. Вот, сидим-с, да, сидим-с, голова к голове, зырем, высматриваем добычу, охотимся в ночи за рыбкой, да, за рыбкой охотимся. Вот я говорю, возможно, вы здесь с ним коллеги, либо как-то всё к этому идёт, что вы скорее коллегами по жизни друг к другу выпадаете, чем именно любовниками. Либо вы, ну, муж и жена, извините, да, как говорится, муж и жена одна сатана, когда вы эту близость воспринимаете как обычную часть вашей жизни, да. Ну, всякие бывают ситуации, может быть, если вы там на расстоянии кто-то в командировку куда-то уехал, вы, может быть, и при таком случае, да, загадываете. Но мне почему-то кажется, что вы всё равно близки, физически близки, да, вы рядом друг с другом находитесь. Либо вы, даже если на расстоянии, вы всё равно, ну, настолько близко друг к другу воспринимаете, да, и настолько вот ваша связь неразрывна уже сама по себе, и настолько ваша связь естественна между вами, прежде всего психологическая, что близость физическая, она как-то уже немножко выходит на второй, десятый, да, на третий, второй, десятый, ещё, да, 122 план. Вот, да, ещё фиг знает какой. Ну, карта букет нет, всё-таки будет у вас радостная встреча, радостное, счастливое соединение какое-то, может быть, даже какой-то подарок прекрасный, либо прекрасные эмоции друг к другу, да, либо просто банально смайлики какие-то красивые. Ой, карта кольцо, какая прелесть, да, вот классно здесь розы на каждой карте фактически. И карта кольцо выпадает очень всё красиво, гатишно, да, гатишно. Карта кольцо говорит о том, что действительно вы люди, которые связаны друг с другом, то есть либо это действительно муж и жена, пара семейная, либо у вас такие вот квази-брачные отношения, либо вы действительно очень серьёзные партнёры, партнёры по жизни друг с другом. Вот, что здесь ещё можно сказать, да. Романтик, вот что я хочу сказать, здесь, может быть, даже близости не будет как таковой, но будет между вами какая-то романтика, будет понимание, будет встреча, будет понимание, что мы рядом, мы друг с другом, да, вот нас не разлей вода, мы думаем одинаково, чувствуем одинаково, чувствуем друг друга на расстоянии, может быть, мы живём одними интересами, одними мыслями, одними движениями души, извините, да, то есть вот, ух ты, серп, да, карта серпа. Давайте будем её трактовать как урожай, урожай вашей паре, не будем как-то негативно на неё смотреть. Ну и возможности, новые возможности у вас появятся, будь то возможности к близости, либо возможности какого-то дальнейшего развития с этим человеком. Вот, джентльмен, да, джентльмен, мужчина здесь выпадает. Ну, кто хочет близости, будет у вас близость, да, кто хочет близости, будет близость, но, в принципе, вы с этим человеком, даже если между вами какие-то препятствия, расстояние, невозможность быть сейчас именно вместе, да, в загаданный срок вы вместе будете, близость будет, и, в принципе, у вас тут всё хорошо, у вас гармония в паре, партнёрство всякое разное, душевное, вы хорошо друг друга чувствуете, хорошо друг друга понимаете, и вообще вы где-то одинаковые тоже с этим человеком, да, вот. Ну, и не зря я сказала, муж, жена одна сатана, вы уже, может быть, притёрлись друг к другу, либо просто на интуитивном уровне чувствуете, что вы одинаковы. Карта Клевер говорит о новых возможностях. Если сейчас препятствия, то будут возможности, чтобы прорваться, и чтобы близость состоялась, встреча состоялась, и чтобы все эти препятствия преодолеть. Ну что, ровный, спокойный вариант, вот реально, как семейные отношения и близость в рамках семейных или партнёрских, или каких-то стабильных, уважительных отношений у вас с этим партнёром. Всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, близости в загаданный срок, который здесь будет, и я перехожу к последней, к восьмой карте. Итак, для тех, кто выбрал восьмую карту, загадывайте срок, кто ещё не загадал, будет ли близость у вас с загаданным человеком, загаданный срок, смотрим, что здесь. Часовая башня. Часовая башня, скорее всего, нам здесь говорит, что либо здесь близость по обязательствам, по обязаловке, извините, которая как бы именно отдача долга, но без удовольствия. Принц позавтракал, но совершенно без удовольствия. Либо близости просто не будет из-за каких-то бюрократических препятствий. Если у вас разные города-страны, то это... Ну, да, ну и разные города сейчас с этим дурацким коронавирусом тоже. Ну, под вопросом, да, как встретиться из разных городов людям, если там карантин. Вот. Если разные страны, то это просто, ну, трудно взять визу, допустим. То есть какие-то препятствия, вот, трудно выехать, да. 40 рублей, жаль, платить на метро, да, если человек пенсионного возраста. Соцкарты у нас заблокировали, говорил уже в каком-то варианте, да. Соцкарты заблокировали, студенты, ну, кто там ездит под соцкартами, да. Пенсионеры, я знаю, школьники теперь должны, видимо, платить, чтобы проехать на метро. 40 рублей аж, да, на транспорте. Поэтому, может быть, это станет непреодолимым препятствием. Давайте уточним. Так, это не то. Карта кольцо выпадает. В предыдущем варианте выпадало. Странно, странно. Может быть, препятствия, да, не такие мизерные, как 40 рублей. Может быть, человек женат, и вот это является для него официальным препятствием. То есть если вы в браке, давайте так, если это ваше, да, кольцо, если это ваше кольцо, обручальное с этим загаданным человеком, близость у вас будет, но будет скорее вот по необходимости, да, по необходимости. Чем в радость. Если человек женат, и вы ждете с ним близости, то, скорее всего, близости не будет, потому что его сдерживают вот те официальные отношения. Вот часы у него, да, его там по часам, наверное, кто-то бдит, да, поэтому ему трудно к вам вырваться. Давайте еще дополним все-таки. Что, я не так колонну держу, что ли? Карта дерева. В общем-то, карта дерева – это тоже карта семейная, да. И смотрите, здесь дерево похоже на дерево из, у Миядзаки, летающий замок Лапута, да, Лапута-то, мультик про Лапуту. Вот, это летающее дерево, оно скорее говорит о том, что человеку нужно оторваться от своих корней, да, чтобы иметь близость с вами, джентльмен, джентльмен. Ну, это еще ни о чем не говори все-таки, да, джентльмен. Вот, ребят, я только хотела, подумала о втором джентльмене, в этой колоде два джентльмена, две карты, и джентльмена два, и два ребенка. Вот я только подумала, смотрят ли два джентльмена в одну сторону, было бы прикольно, если бы, ну, в смысле, друг на друга, да, смотрят ли в этой колоде карты друг на друга. Оказывается, что нет, два джентльмена смотрят в разные, в одну сторону вернее, да, а не друг на друга. Ну, вот так и подумала, что следующее будет еще один джентльмен. Не знаю, что это значит в вашем случае, карта дом. Дважды женатый мужик, да, дважды джентльмен. Причем здесь он такой молодой с розочкой, а здесь он такой грустный, да, грустный с полным осознанием своей судьбы. То есть давайте, если у вас не два мужчины в этой ситуации, да, в вашем этом варианте, если вы не два мужчины с этим партнером вашим, то здесь человека действительно держит дом, если это не ваш дом. Да, если ваш дом, то будет близость по необходимости, супружеский долг отдать необходимо. Если это не ваш дом, то человека держит его собственный дом, где он отдает этот супружеский долг. И к вам он вот такой вот юный, молодой, да, немножко растрепанный где-то, в растрепанных чувствах, да, такой вот порывистый, с цветочком романтический. А там он такой вот угрюмый, застегнутый на все пуговицы, да, там он вот под гнетом обязательств, под гнетом дома. Ну вот карта сердца все-таки, да, ну если ваш он вас любит, и солнце, если он с кем-то там в браке, то он вас тоже любит, но себе не позволяет близости с вами. Но мечтает, карта звезды. Давайте последний, да, последнюю карту, будет ли близость в загаданный срок, все-таки у вас с ним, карта крест. Нет, в загаданной все-таки не будет, как я сказала, но после загаданного возможно, потому что человек о вас мечтает, он с вами такой вот юный, романтический, прекрасный принц, а там он может быть какая-то вьючная лошадка, да, вьючное животное, на котором и дом, и семья, и какие-то обязательства, да, и вот эта вот часовая башня, которая над ним давлеет, да, которая его призывает приходить к определенным, к определенному часу домой, там, к шести, к семи он должен быть дома, и шаг влево, шаг вправо, да, сразу кирдык, сикир башка ему там. Вот, короче говоря, если у него такая ситуация, близости у него с вами не будет, потому что у него каждый час расписан, за каждый час ему потом прилетает, да, потому что он должен каждый час отчитываться, где он был, да, и почему он опоздал на час. Если он ваш супруг, если вы его заставляете отчитываться перед вами за каждый час, то близость будет, потому что куда ему деваться, если он ваш супруг, он обязан.